вот они почему-то закрыл бывает похоже новым развлечением считается ужин внезапно а тебе что игру зорниц подавай ты хоть знаешь как хлопотно организовывать нечто подобное гораздо проще позадить гостей за стол и пусть развлекают себя сами на площадке для пикника ты видишь несколько хаотично расставленных раскладных столов а что здесь должен быть припешечный стол под замком сводом тени эпическая фэнтези по кабельному 2 это кладет провожают тебя к твоему месту но с местами для остальных возникает заминка похоже все хотят сидеть рядом с тобой восхитительно куча того на этом их капризы не заканчиваются никто не хочет сидеть рядом с охотником охотник в свою очередь отказывается садиться с призраком и трюкачом да он все еще эсэй ага трюкач тоже здесь ничего себе да что ж его не просто так зовут трюкач они ожидачи прошу прощения даже я теряюсь такой толпе да еще убийц начинаю выдавать вымоченные шутки приветик отлично выглядишь тян прям звезда его к это резиновая бита и само собой никак нельзя посадить рядом охотницу и охотника прямом смысле у них слишком широкие плечи если они сядут рядом то не поместится за стол вот полюбуйтесь они должны крайне вместе не помещаются вы наверно думаете что это баг а вот и нет это сделано намеренно пусть это будет тебе уроком любой баг который ты якобы видишь на самом деле фич понятно ладно это хорошо это это хорошо слышь трюкач вали с экрана дай нам на рим посмотреть два и три квадет наконец-то удалось выкрутиться я бы их еще тоже сюда поставить и сядешь с одной стороны стола остальные сядут напротив охотницы охотник будут сидеть по краям чтобы их чрезмерно сексуальные бицепсы меньше мешали ну что все расселись прекрасно можно приступить к ужину ради этого ужина приготовлены с огромной любовью и ненавистью мы 12 часов стояли у плиты надеемся вам понравится очень надеемся вы не сказали что на ужин что мы будем есть мясо приправлены особой смесью трав и пряностей которые мы не имеем права раскрывать обожаю мясо мясо это хорошо мясо это убийство ты на минуточку тоже не святоша чип коровы мы чало я просто делюсь фактами для того чтобы кого-то съесть сперва его надо убить так что это правда с технической точки зрения правда технической точки зрения самая лучшая правда ну все хватит репаться давайте жрать стян думаешь о чем я вот же человек на шумпуре или несколько людей по частям о боже мой ужас ну или просят в рубашке спальмами но мне такие пока не встречались приглядевшись к шумпруте действительно замечаешь между своими мясо ускутки ткани что-то мне не хорошо у нас есть другая еда у нас ушло на готовку 12 часов мы на этом острове отвечаем за все на свете сегодня вы за это не отвечаете только не за раздачу такого изумительного обеда в какой-то веке он прав мясо бы в мой верный топор мы с ним сам друг это мясо живо на кромса во-первых кто так выражает сам друг тоже мне честное слово иногда кажется что мы все из равных и разных эпох а во-вторых я сам его разделы быстро четко он чисто все-таки не на живую рубить ух долго вы еще будете бицепсами мериться как где часов хватит дураку ясно что подойдет только моя великолепная катана схрена ли не верите обнажу катану и устрою вам проводы в настоящий ад пожалуйста перестаньте не надо я ненавижу когда мы ругаемся или вообще разговаривали просто смотрим друг другу в глаза хотите я это сделал весь череп азарова ага конечно тогда у нас будет не ломтики мясо отбивная сушь тян я понимаю что это не будет твоей мечты советую тебе быстренько вызваться добровольцем порезать фели фели смысле обед иначе это можно затянуться на несколько часов я не преувеличиваю однажды они три дня спрыли о том кого более убойное оружие вообще без разницы кто будет резать мясо когда они закончат еще несколько часов идет на чистку оружия и лекцию о важности уход за орудиями убийств пусть они хладнокровные убийцы это не мешает им до по торопию бояться столбника послушайте давайте я порежу обед прекрасная мысль не хотелось бы чтобы он остыл он терпеть не мог холод вот возьми мачете только недавно заточили мини-игра состоит из двух элементов вверху есть указатель который вращается по часовой стрелке внизу цель в которую нужно попасть иногда цель видна сразу иногда появляется только не указывает стрелка нажми пробел чтобы остановить указатель на целью промахнешься проиграешь чтобы добиться безупречного места цельсия в начало области они в конец ну что попробуешь прекрасно режь и режем кебаб на дбд-шных скилл чеках неплохо но мимо наверняка есть ачивка идеально порезать кебаб не дурно я посмотрел как ты работаешь более изящным оружием ух ну вот я это сказал кушать подано наконец-то на этот раз точно трое убить жадно бросаются на еду с чавканьем и прочими отвратительными звуками заталкивая куски мяса под приподнятые маски дух отличие от остальных едини притрагивается позже она уже она единственная придает хоть какое-то значение факту своей смерти не все мертвы верно очевидно же что мы в аду в смысле эй мы идут вообще стараемся напустить туману по-твоему это легко кладет и дуать не единственный кто готов в лепешку расшибиться лишь бы все было идеально они хотя бы приподняли маски не пытаются пропихнуть еду прям так теперь они едят не полностью а почти что полностью омерзительно духа ты разве не голодная быть мертвы и хорошо по двум причинам во первых тебе не нужно есть это только одна причина подумай об этом тян а во вторых нет никакой второй причины одной заботы мертвецам меньше даже если пытаюсь поесть я понятия не имею чем это закончится смею заметить что в большей части состою затрубленных конечностей объединенных призрачной формой в животе смотри какая дыра по моему кишки ничем не соединяются читая меню и поведение твоих сатрапезников это застолье можно смело назвать самый мерзким в твоей жизни хуже всего то что они смотрят на тебя ты не ешь а им это не нравится думаю не хотят услышать объяснение что ты им скажешь это отвратительно это обед один сплошной кошмар начиная с того что нам явно подлить человечину и заканчивая разговорами об отрубленных конечностях при полном отсутствии манер а звуки такие отвратные что меня вот-вот стошнит даже да уговорит о кишках и лицо мне казалось что уж она-то умеет вести себя за столом ах вот оно что не думал что наши пищевые привычки тебе противны тем снизу градус категоричность попрости меня так грустно и стыдно шучу я не веду ни грусть ни стыда зато знаю что такое ярость я в бешенстве от твоего поведения даже аппетит пропал ведь целая нога стынет смотря на затруднительность твоего положения ты не испытываешь и доля естественно в такой ситуации страх вероятно сказывается голод недостаток калорий потому что твое тело вдруг перестает тебе подчиняться ты погрушаешься в темноту привет это снова я твой друг наставник и проводник рассказчик рассказчика океан сомнительная характеристика на так тому и будь благодаря мне ты сейчас здесь и только я могу тебе помочь чтобы выжить тебе нужно понять какого на самом деле причин твоего пребывания на острове этого тебе никто не скажет тебе нужно выбрать верный путь или один из верных путей их здесь не счесть надеюсь ты выберешь хотя бы один потому что неверных путей еще больше и многие ведут к твоей кончине или чем похоже например к необходимости начинать сцены заново перелистывать до нужного места верно я говорю это место скрывает много секретов даже от себя самого самый главный секрет можно узнать только если ответить на самый важный вопрос почему ты здесь почему-то здесь найти ответ и узнаешь из главную истину потому что я шесть лет назад мы не у дбд в течение двух лет а потом за мной привязался твой вал и людям все еще интересно приходить спрашивать когда дбд но на самом деле если посмотреть на количество онлайна то это просто те зрители которым нравится смотреть мои стримы которые никак не связаны с дбд а те люди которые приходят и спрашивают когда дбд они просто приходят это сделать потому что им когда давным-давно 6 лет назад понравился мой стрим им вообще не интересно чем я занимаюсь в свободное от дбд время вот поэтому я здесь чтобы они пришли покекали и ушли на еще на 6 лет и не возвращались больше на стрим но собственно не так ты приходишь себя и понимаешь что дух держит на руках твое обмякшее тело и осторожно отпаивает тебя прохладной водой спасибо риночка пассиво ты нравится нравится ночной океан мне до вглядываясь бесконечно тьму океана я как никогда остро чувствую что всем лишь песчинки в этом огромном мире единственное к чему стоит стремиться это месть даже удивительно что не все разделяют мои ощущения что думаешь ты всматриваешься в ночь смышляя над ее вопросом ну это ведь простой вопрос разве можно не чувствовать себя одинокой песчинкой перед лицом такой необъятной пустоты ну да я по жизни одиночка то ли дело свалах дух то ли в океане а может ты считаешь так давным-давно вдруг ты понимаешь что и мысли тебе близки и помню своей прежней жизни но одно знаю наверняка одиночество мой единственный спутник так будет всегда дух отводит взгляд от океана и смотрит прямо на себя интересная мысль правда быть одинокими вместе это лучшее на что можем надеяться может быть а может это недостижимая мечта может делать вид что мы что-то знаем слишком самонадеян я была такой дура и так старалась всем угодить быть идеальной ученицы идеальной работницы деле дочерью что не заботилась о себя теперь только я у себя и осталось позже всего то что я отвлеклась от истинной цели от предназначения которых жил во мне всегда это может разлучать глупо но дух взрывается чтобы убедиться что войне удостоверяющий что вас не подслушивают она продолжает при меня живет дракон всегда это знал он старалась его не замечать а когда это не удалось я попыталась оттолкнуть его дура другом агатаки в укура ты вовсе не дура это звучит круто привет монстр нет здесь нельзя роман с ним я тоже об этом уже подумал потому что ты клёвая она дбд вообще наплевать ну как и всем остальным кто смотрит стрим в принципе и последние восемь часов пока мы играем в визуальные новеллы ты вовсе не дура звучит круто а что чё не бьем может быть кстати дамы я не давал ему воли а потом меня ну ты понимаешь вжик жик в общем теперь это дракон может думать только о месте но довольно обо мне ты для меня закрытая книга что внутри тебя не дракон но пламя бушующее пламя которое грозит уничтожить весь мир если я дам ему волю может я и есть дракон и какой-то не дракон дышать огнем это вообще что-то из хоббита я происхожу из рот гордых самураев наш дракон выше это чепухи похоже внутри духа есть место только для одного дракона разговор начинает принимать интересный оборот тут за спиной у тебя раздается топот ты быстро оборачиваешься готовить отразить новую опасность порожденную этим странным островом это всего лишь два это кладет они несутся к вам по берегу размахивают головой планшетами время мы должны придерживаться расписания посещать все спланированные мероприятия стимулировать дурно ту чтобы пока вы парковать на пляже в список вечерних мероприятий не входят для этого будет время после баяк у костра а мы уже выбились из расписания симулировать но я не сейчас не время оправдываться будет после флирта который будет после баяк у костра бегом 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 когда все подтягиваются костру два это квадет делают короткое объявление не будем показывать пальцем но кое-кто не беспокойся мы не скажем кто не придерживался расписания а значит мы не успеваем провести все вечерние мероприятия поэтому сегодня придется ограничиться только одной страшной историей на ночь всего одной но это мое любимое занятие это же нарративная игра в конце от концов хотите сказать что только один из нас может рассказывать историю и как мы будем решать кто это будет о нет нам придется принимать решение вместе это плохо кончится тот кто сделал это сделал шаг вперед клянусь я не буду сердиться просто отрубить его быстренько и б и безболезнь хотя голос тебя дрожит ты можешь на принимать свою судьбу попросить пожалуйста думаю они имеют ввиду меня честно говоря я до сих пор не могу взять в толк как устроено это расписание вот она и вылетела из головы во время обморока нет знакома хоть это снимает ответственность меня больше нельзя не считать как несправедливо убирать козу еще новичка и правда на этом острове хоть раз что-то происходило по расписанию проклятие дональд еще раз попытаешься сделать вид что будет здесь главным клянусь башку оторву а тебя все ничего утоплю в его крови даже не найдете что это будет быстро и безболезненно вы ребята знаете как я люблю рубить резать и кромсать мы все знаем как лишь убивать только об этом и говоришь мы ведь не называли имен кто-нибудь вообще знает чьи-то имена мы нет я отказываюсь от своего имени дональд байк я таких не знаю советами не никто это конечно замечательно но кто-то должен рассказать историю так что как думаешь ты будь он а черт имя выбери кого типа скорее пока это райский уголок не залива кровью я так и не понял рин хочет рассказывать историю или нет где-то купил игру или подарили я подарили дух я выбираю тебя эй эй мы так по краешку чтобы не вляпаться в иск об авторских правах давай без чужих коронных разочек серьезно хочет об рассказывала ям блин ну прости выркнув дух театрально закатывает глаза и подлетает ближе к остру недовольна она как же это и только дай рассказать страшил не знаю как я это дается на дух умеет ненависти жуть даже меня под пробирает до костей а ведь я как-то разломе руками выдернул позвоночник из спины одного мужика ой не заливай если вы дальше будете болтать я могу просто сесть им газа охотницы вспыхивают красными охотник с призраком поспешно советс на места они знают когда спорить не имеет смысла да с такой женщины поспоришь так вот не хочу вас огорчать на сегодняшняя история будет не страшный романтичный и никаких возражений меня выбрали значит рассказываю дуя история называется поцелуй узника замечаешь охотницы и призрака огромное ведро попкорна на двоих а тебе попкор никто не предложил блин некрасиво стоял темный поздний вечер теплый летний дождь сочился с неба как кровь из старой раны детектив охоту знаменитую сыщицу с богатым опытом переговоров вызвали на место необычного происшествия ничего подобного в ее карьере еще не случалось по прибытии ее взгляду предстал хаос 10 полицейских с трудом сдерживали целую толпу зевак но соблазн узнать подробности загадочного происшествия был слишком велик и люди продолжали напирать сам центре оживленного рынка вдруг появился большущий странный на вид ящик неизвестного происхождения никто не знал как он туда попал такой незаметно не притащишь да и в тихую не сколотишь тем более на людях казалось ящик появился из ниоткуда словно по волшебству не бывает и все же вот он лежит весь из себя огромный внутри него кто-то сидит дух замолкает оглядывая лица слушателей лицо рассказчица ничего не выражает но не исходит почти осязаемая энергия она в своей стихии помогите вас вышелся из ящика дрожащий голос там был запят мужчин напуганный загнанный в ловушку узник на место съехались все детективы города они осмотрели ящик но ничего не понимали он был слишком тяжелый чтобы его мог поднять человек не окошек и дверец не защелок не швов одни сплошные стенки за исключением крошечной прорези в которой можно было разглядеть налитые кровью глаза сидящего человек мужчин вопил так словно от этого зависела его жизнь я не знаю что произошло очнулся уже внутри мне очень страшно пожалуйста помогите детектив хота не понаслышке знакомая с напряженными ситуациями попробовал успокоить мужчин она старалась изо всех сил чтобы выиграть время для остальных детективов но время шло и ящик не поддавался никого не выходило придумать как его вскрыть вечер сменился ночью то что собрала собирался в луже оплачет надежда вызволить мужчину становилось все призрачный как самарин был полон тоски и одиночества горя и отчаяния но детектив хота ничем не могла им помочь и чувство вины терзала ее сильнее чем когда-либо прежде не дайте мне здесь умереть молил мужчина я не хочу умирать в одиночестве сохранять спокойствие увещевала его детектив ход вы не одни я тут черт тут полгорода собралось не совсем рядом не позволим вам умереть глядя в крошечную щелочку детектив хота видела собственное отражение в наполненных слезами в глазах этого странного несчастного узла они тихо плакали вместе осознавая безнадежной ситуации клянетесь спросил мужчин вы клянетесь что я не один да я клянусь была простая клятва но в ту же секунду она ощутила связь какой никогда не испытывала прежде как ни к родным не к друзьям не к заложникам которых ей приходилось освобождать когда мужчина закрыл глаза и отпрянул на щели эти входа не испугалась она знала что он вернется он действительно вернулся он прижался губами куска щели этой чудовищного ушки снова и выдыхая вопрос вместе с облачками клянешься вы клянетесь что я не один да ты чего она клянусь детектив хота прижал ладони к холодной поверхности ящика и повинуясь смутному порыву приложила к щели губы и теплое дыхание проникло внутрь странного ящика и коснулась бог мужчины был мягкий поцелуй поцелуй сострадания за короткую секунду что их губы соприкасались на совсем всем своим существом ощутила что и сердце стучит в унисон с этим мягким прикосновением спасибо произнес мужчина голос который мне осталось и тени страха потом он отдалился от щели скрылся в темноте наступила зловещая тишина назад закричал один из полицейских бросился оттаскивать детектива ходу от ящика едва он нарушил тишину как в ту же секунду воздух наполнился какофонии звуков скрипом шестерней щелканьем запоров и металлическим скрежетом казалось что кто-то потянул за невидимый рычаг и привел в действие механизм открывающий исполинский ящик детектив хота покрепче свист стиснула фонарик и шагнула в затянутая туманом темная нутро ящика и ноги шлёпали по попросочившийся внутрь воде сердце грозило выскочить из груди наконец свет фонарика выхватил из темноты мужчину точнее то что представлялась мужчины прежде уголь ящика лежала груда обрубка фаи напоминали разобранную на части куклу или возможно думать о нем как угли было проще возможно это где входа ухватилась за эту мысль чтобы выжить были куски обрубки плоти разроют длинные конечности чисто отделенные друг от друга части тела сложные в аккуратную кучу поверх учили жала голова холодная бледная голова с открытыми глазами синими губами перри взгляд в огонь дух замолкает ее лицу безжизненно синие губы неподвижны слезы капают с ее подбородка и уходят история производит на тебя оглушительные не только на тебя все присутствующие смотрят в огонь или на небо куда угодно только не на дух был твой выбор повлекший за собой душераздирающую историю такую печальную такую жуткую такую чувственную дух не поскупилась на детали когда описывал поцелуй никто не знает как реагировать услышно по этой кладет выразительно костится на тебя ну же сделай что-нибудь это должна быть легкая юмористическая игра пожалуйста сделай что-нибудь молча обнять ее ты поднимаешься на ноги без лишних слов подходишь к духу и обнимаешь ее и накидка парящая в воздухе оборачивается вокруг тебя вынуждена вынуждая прижаться к ней еще крепче тебя то ли обнимают в ответ то ли связывают по рукам и ногам не слишком ожидаемая реакция инстинктивно отшептываешься неловко выступаешь и чуть не падаешь в костер не произнеся ни слова дух улетает прочь время ты замечаешь что за вашими странными действиями тихо наблюдали все присутствие на этой ноте все решают что пир что пора сделать перерыв и разделиться чтобы каждый мог немного побыть наедине с собой перед сном все расходятся и ты сидишь у костра в полном одиночестве наступившей тишине слышно как волны неспешно плещутся надо самое время вспомнить что сейчас время встречаться с ними после костра и флиртовать на идиллия момент тишины и покоя длится ровно 7 секунд с чего из ниоткуда появляется трюкач который гаванит свой новый привет детка тебя все бросили не хочешь я составлю тебе компанию впрочем твое разрешение ему не нужно я знаю что ты с самого утра слушаешь этих карасиков квайт возит с мелкой ребешкой когда есть рыба крупнее сюда я поделюсь секретом который тебе знать не положено я самая большая рыба на этом острове марлин садки сардин пробный забег и что осваиваешься никто не даст тебе того что могу дать я тебе нужно только найти меня найди меня детка трюкач удаляется ты несколько теряешься от его туманных намеков но не успеваешь как следует оптал тебе приближается дух не наблюдала с тобой пока рассказывал историю видела что она произвела на тебя впечатление туман который окружает меня в общем благодаря ему я почувствовал как тяжело ты дышишь вот так новость даже я ошарашен этой информации надо же на острове каждый день узнать что-то новенькое даже если ты бо в смысле рассказчик ну вот опять я чувствую как ты дышишь тебе нужно успокоиться пойдем посидим джакузи джакузи в компании духа это был долгий день не говорю что от ее предложение следует казаться в конце концов такое предлагают не каждый день просто не забывай про наш разговор вы вместе окунаетесь в воду вечернего купания температура воды но тут уж какой-то лари пошел финал очка температура воды просто идеально и даже если какая-нибудь ревнивая акула решит запрыгнуть из океана в бассейн а самая хочу внести ясность хотя эта история отчасти напоминает твою жизнь она вовсе не про меня ни в коем виде не символически не метафорически не как-либо еще охотно верю подумаешь героя твоей истории разрубили на куски совсем как тебе очевидно же что это совпадение почему она не сняла свое кимоно если мы купаемся в джакузи промокнешь потом ходить будет неприятно разраб халтура халтура и то что этот остров для тебя такая же ловушка как ящик из твоей истории это тоже просто совпадение то что губы у вас обоих синие серьезно по твоим это синий мы не смотрели еще поближе поэтому выск ответов и надежда обрести месть да тут сходство пожалуй заканчивается совпадение прости конечно же тебе надо уяснить одну вещь во мне течет кровь самураев но строго говоря она уже свернулась не будем даваться подробнее короче потомок благородных воинов моим появлением предшествовали тысячи лет обращения с холодным оружием знаешь сколько это в мечах очень много окружение такого количества острых лезвий ты просто обязана рано или поздно лишиться некоторых чтить ну или просто можем пораниться обжечься так сказать об это горячее тело холодность правда в том что я не часто об этом рассказываю так что держи язык за зубами так вот правда в том что эта история мне приснилось я как будто посмотрел во сне фильм еще в детстве за много лет до того как отец вознил мотил клинок мое тело я так и не смогла ее забыть это очень взрослый сон для ребенка ты мне веришь конечно конечно совсем недавно познакомились на я тебе верю эта история явно шла из сердца тупица я не учили не доверять незнакомцам такими темпами ты точно живешься неприятность теперь мне интересно я верю в то веришь ты или нет если я все знаю а я поверю на все вообще разве это не означает что мне уже известен ответ на мой же собственный вопрос верю ли я твоим ответ на вопрос дух морской воздух ударил в голову не иначе простить если мы разрешили и размышления тебя важно то что одна милая особа со следами трупного окончания парящего луки тумана все еще ждет когда ты подберешь слова и освободишь ее из загадочного ящика если конечно ты веришь что это она черт снова заговариваюсь к сожалению прежде чем ты успеваешь осмыслить эту цепочку который без всяких сомнений порой породит бесконечную вереницу новых вопросов ты замечаешь что перед тобой с чистым полотенцем на готове стоит смутно знакомая парочка просим прощения детишки но скоро отбой то что я младше всех не делать меня ребенка хотя честно говоря я не прочь что меня завернули в чисто ароматное полотенце когда я была маленькой мама помогал мне мыть гола она распутала мне все пряди и повязывала волос ленты не хватает дух стремляет взгляд вдали и рука сжимается в кулак иначе он не замечает что ты за ней наблюдаешь его в твой взгляд она быстро отворачивается раздражает мать удва это полотенце и оттолкнув их склады от дороги уплывает прочь возвращаясь к костру в ночной враг воде он обдает кожу приятным теплом вглядываясь потрескавшиеся угольки ты вспоминаешь рассказ духа об узнике загадочного ящика удастся ли тебе сохранить жизнь если ты покинешь остров быть может ее у тебя уже отняли вдруг страшное откровение лишь вопрос времени ящим-то окончательно погрузишься в раздумья о своей судьбе появляются квадраты 2 это не широко улыбаются но в отблесках костра их улыбки производит довольно злоющее впечатление просим прощения за столь скромный ночлег мы не готовились к появлению еще одного гостя но сделаем все возможное чтобы разместить тебя с комфортом они протягивайте подушку и одеяло приглашаю устроиться ночлег у костра может быть музыка поможет расслабиться только не включая слишком громко ладно остальные гости не любят когда им мешают крепко спать мини-игра состоит из двух элементов очнём прекрасно как время тихомирно смотришь на огонь но из блаженного забытия тебя выдергивают потрескивание помехи осмотрев радио ты решаешь попробовать его починить посмотрим что на этой радиостанции они просто запустили осты из менюшки это вроде ост клоуна понятия не имеют чей ну какая-то рукаверт я давно не слышал этот голос то это не вопрос если бы вы не можете играть на муку или говорить о игре или крики за игре или выгружать музыку или выразить это не все что делает ДАДАЛЬТИМ это замечательное средство и важное оборудование это означает группы у людей что interact на каждой платформе в каждой плате это означает Это означает, что люди, которые играют вместе, это даже люди, которые играют за собой и никогда не говорят с никого. Так что важно для нас, чтобы это сделать и определить, кто является частью общества, и как мы их слушаем. Как мы сможем близко, чтобы мы слышим, что делает их счастливыми, но может быть, что они удивлены. Все это. Мы должны знать об этом. Итак, другая часть для нас — это команда. Это команда, которую мы построили. Конечно, это было очень маленькое. Четыре года назад, это просто Дэйв и Аш, и я. А, нет, это уже, может, и не приводил. Нет, видишь, он говорит, что четыре года назад они с Сэшом общались. В офисе. Некоторые люди сидят в их досках вокруг мира, в разных странах, чтобы представить... ...другие... Ну, это я еще, возможно, сошел. Вообще хуй. Поедай. Вполне логично. Хотя... Они же давно ушли от издателя, который поедай был. Как вы думаете, он еще вещает? Давайте поговорим о нашей комьютии. С нуля. Радио не помогает, сколько не слушай, а сон не идет. Ты решаешь попросить одного из убийц поболтать с тобой, пока тебе не захочет спать. С кем бы тебе хотелось полежать у костра? Дух, ты здесь? Может, посидишь со мной немного? Дух, расскажи тебе свой тайный способ на случай бессонницы. Я люблю послушать флейту. Растереть капельку эфирного масла и распарить поры. Серьезно? Ну что, даже мертвые любят релаксировать. У меня нет ни флейт, ни эфирного масла. Тюбешок. Дух протягивает небольшой гребень для волос, вырезанный из бамбука. Вот, подержи его в руках, это подарок моей матери. Только не забыть вернуть, а если потеряешь, тогда... Месть твоя будет страшно, не сомневаясь. Ты, наконец, чувствуешь сонливость, хотя, возможно, это никакая не сонливость, а паралич. Ты пытаешься держать глаза открытыми, но у тебя не выходит. Тебя окружает тьма. Уже знакомый жуткий голос обращается к тебе снова. Странные голоса звучат в твоей голове с самого утра. Пора бы к этому привыкнуть и перестать бояться, но в этом голосе есть нечто необъяснимо тревожное. Чат, это просто стрим называется. Вы забыли вкладку, закрыть и фоном слушаете, как человек читает визуальные новеллы. Все нормально, не переживайте. Ты знаешь, что человеческое тело на 60% состоит из воды. Конечно, знаешь, это все знают. Ты же потерявший память героя видеоигр. А вот 100% тебе не достичь. Выпей ты хоть всю жидкость в округе. Слышишь? Даже не надейся. Я тебя насквозь вижу. Ты резко просыпаешься и видишь, что на тобой склонилась какая-то фигура. Врядом с тобой сидит охотник, он набрасывает портрет. О, я думал, ты спишь. Я видел, как ты и дух. Болтали перед сном, но позволяю себе дурить мозги. Внешность обманчива, хотя меня это, конечно, не касается, я действительно честен и порядочен. Я решу проверить, что ты не спишь рядом с одной из моих... Хотя это не важно. Просто смотри, куда садишься рядом с одной из ловушек. Ну, раз уж пришел, я хочу сказать тебе две вещи. Во-первых, я не люблю чувствовать себя отвергнутым. Во-вторых, хорошенько запомни первый пункт. Рисовал меня? Охотник оставляет этот вопрос без ответа. Что это ты там вычерчиваешь? Волны, исходящие от меня в вони? Ответа все еще нет. Слушай, со мной бывает непросто повазить, но веселиться я умею. У тебя будет возможность в этом убедиться, если завтра ты решишь провести время со мной. Остальные не живут. А выживают, как крыса, и веселиться толком не умеют. Хоть ты их за жопу укуси. В буквальном смысле. Короче, со мной тебя ждет день полный роскоши, удовольствий. Да, я не знаю, что он имеет в виду. А если я выберу кого-то другого? Помнишь, что я говорил? Или это будет последнее, о чем ты забудешь в своей жизни? Знаешь, вид у тебя какой-то усталый. Отдохни, поспи. Может даже выспиться получится. Только не перекатывайся вон на тот пятачок слева. Полутора десятка футов от тебя. Ты наконец остались наедине с собой, наверное, и снова проваливаешься. Будем надеяться, что тебя не отравили. Что ж. Подожди к секунду. Где это? О нет. О боже. Да это же одна из тех самых исповедальных комнат в тех реалити-шоу, где все участники говорят прямо в камеру. Я предлагаю на этом закончить. Первый день закрыли, да? Я немножко устал. Ну как немножко? Говорить 8 часов, зачитывать визуальные новевы немножко сложно. Предлагаю пойти отдыхать. Завтра постараемся добить. Я не знаю, если любой в деньги рок-н-ролл на 12. Там примерно часов. Постараемся пройти игру. И может быть еще часть к другой. Позалипаем здесь. Да пройдем. Да пройдем. Ну не знаю, да пройдем, не да пройдем.